здравствуйте дорогие зрители мыльная пена вновь с вами с последними новостями о жизни латинских звезд ну начнем мы с известия чрезвычайно печального честно говоря никто даже не ожидал такого умер известный бразильский актер жоза вилкер ну как пишут официально в пресс релизе киностудии globo это была скоропостижная смерть по всей вероятности от сердечной недостаточности умер он в своем доме при городе рио а в возрасте 66 лет что можем сказать жаль безумно безумно жаль что великолепный актер невероятно просто хороший актер был жоза вилкер слов нет ну появились новости о деле моники спир вы помните моника и ее муж были застрелены бандой налетчиков в венесуэле несколько месяцев назад венесульская пресса сейчас пишет что эквадорские власти депортировали пятерых подозреваемых в убийстве моники там было четверо взрослых и одна девушка подросток интересно что та же пресса писала что все подозреваемые уже давным давно арестованы ну тут два варианта или не арестованы или совсем не те значит задержали их в эквадоре за пребывание в без документов и переход границы в не установленном порядке значит это пятерка объяснила что они якобы прибыли к родне и у этой мифической родни они были ровно месяц ну что можно сказать хорошо сработали эквадорские власти а с другой стороны очень интересный там у них режим пограничный ходят сквозь границу как по продверью на самом деле сразу вспоминается это незабвенное по границе не ходить штраф три рубля но надеемся что все таки задержали именно тех кому следует и они таки понесут заслуженное наказание за убийство моники ее мужа другая новость у нас есть о едире карелью ну слава богу там ничего серьезного попала на в больницу с воспалением тройничного нерва и хотя некоторые газеты писали что причиной было ее крайняя усталость сама ядера говорит что все уже в порядке и и невралгия практически прошла муж все время рядом так что все у нее отлично а проблема это была такая что если воспаляется тройничный нерв то это не спать не пить не рисовать не охота потому что это более это ну кто кто болел тот знает поэтому бедную едиру конечно искренне жаль и мы искренне сочувствуем слава богу что все так хорошо обошлось лусеро попала на зубок журналюгам и публике очередной раз значит не успел закончиться скандал где она позировала с трупами убитых животных и она за это очень здорово поплатилась там некоторые проекты были прекращены из-за этого как тут же она дала новую пищу для разговора что там случилось просто-напросто девушка посочувствовала жителям чили эквадора перу и боливии вот из-за этого землетрясения которое в чили произошло и из-за того что прибрежные страны могут пострадать от цунами ну казалось бы что тут такого да в общем то ничего особенного ровным счетом если не знать что у боливии например нет морского побережья и цунами там физически быть не может ну я вообще бы посоветовала мексиканским звездам про цунами не упоминать ничего кроме неприятностей им это самое цунами не приносит ну вот помните да как нина эльконде цунами и сурими спутала и сказала что боже боже какой ужас какой жуткой сурими в Таиланде и в Индонезии просто она спать не может от жалости в общем потом орала что ничего подобного не говорила но тем не менее вот так что вот ужас какой-то с чего они эти тетки несут ну не их это не их география это не их и последняя новость на сегодня новость которая пока ничем не подтверждается кроме некого интервью некой подруги Элизабет Гутеррис и Уильяма Леви считается самая подруга говорит что Уильям Леви бросает нашу Лизу ради Химены Наваретте ну подарочек такой Элизабет на 35-летие говорят что именно в этот день когда Элизабет исполнил с 35 Леви якобы покинул их дом в Майами где жил с Элизабетой детьми ну что она значит эта подруга говорит что Элизабет сама убедилась в том что там роман существует роман настолько страстный что Леви даже хочет жениться на Химене ну вы помните да что брак с Элизабет у него гражданский ну может оно конечно и так хотя сама Химена например пишет что не верьте всему тому что пишут журналисты вот а Элизабет тоже никак это дело не комментирует то что она пишет твиттере достаточно так вот обтекаемо Уильям вообще помалкивает ну посмотрим посмотрим но мы с вами это знаем только одно что если уже журналисты начали что-то раскручивать то до конца вся эта история все-таки будет раскручена и на суд зрителям можно сказать вывалена уж что там будет будем посмотреть ну вот на этом у нас все подписывайтесь на наш канал до свидания